Территория Лужковского кладбища, вот она видна, обваловка, начинается здесь. Вот до ближайших дач, сами видите, до участка метров 30, до самого дома метров где-то около 100. А должно быть более 500. Таковы нормы Санпина и действуют они с 2011 года. Кладбище же здесь появилось гораздо раньше, в 1981 году. И с тех пор его границы не менялись. По крайней мере, так утверждают его работники. Было 33 гектара. Оно и по сей день так. Если грядки с овощами из года в год занимали привычные 6 соток на душу каждого дачника, то 33 гектара кладбища усопшие занимали постепенно. И вот граница между миром мертвых и живых почти стерлась. Одна из дачниц решила ее обозначить и подала в суд. И пока процесс идет, хоронить на Лужковском кладбище никого нельзя. Мы все-таки надеемся, что суд примет нашу сторону и все-таки удовлетворение откажет по этому судебному процессу. Решение будет отказ в сторону СССР. Ну, я на это надеюсь. Но как суд вынесет решение, неизвестно. Должно бы не в решении выносить вчера, вернее позавчера, потом пересли на вчерашний день. ИССР не являлись ни на то, ни на это заседание. Около 7 тысяч участков оказались без возможности под захоронения. Большинство из них рассчитаны на двух или более человек. Люди еще при жизни решили для себя, что хотят быть похоронены рядом со своими родственниками. Но с недавнего времени они такой возможности больше не имеют. Пока здесь захоронения недоступны, родственникам усопших предлагают и другие кладбища. Это слабое утешение для безутешных людей. Особенно для тех, кто купил участок именно здесь и хочет подзахоронить усопшего рядом с покоящимися тут родственниками. Ежедневно администрация кладбища отказывает орловчанам в упокоении двух-четырех умерших. На данный момент мы не имеем права людям выделять участки. Более того, мы не имеем права их здесь и подзахоронить. Так как юридически не разграничены термины захоронения и подзахоронения. Интересен тот факт, что организация похоронного дела во многом регулируется и на региональном уровне. По крайней мере, разграничивать два понятия захоронений и подзахоронений – ответственность местных властей. Так утверждает юрист истиция. Эта ситуация только в Орловской области. Во всех других регионах имеются внутренние регламенты, которые четко делят деятельность кладбища, регламентируют подробно. В частности, идет речь делиться именно такое понимание, когда мы захороним старые могилы, либо когда мы образуем новые могилы. В Орловской области регламентации нет. Тут же съемочной группе первообластного объяснили – найти выход из сложившейся ситуации можно. Было бы желание. Обеспечительные меры приняты 23 сентября. Если у нас ОКХ, будучи участником процесса, ответчики непонятные, они могут обратиться за разъяснением в суд, как исполнять судебный акт. Они могут обратиться за изменением обеспечительных мер и сказать, ребят, можно мы не будем увеличивать, но будем в старые могилы, чтобы суд сказал, ну хорошо, потому что мы не возражаем против этого. Но ОКХ предпочитает говорить, что у нас руки связаны. С тем, что граница с кладбищем будет меньше 500 метров, истец смирился. Просить о массовой эксгумации у них и в мыслях не было, утверждает юрист. Мы видим развитие событий, это приостановление захоронений на этом кладбище, опять же, в части новых могил, чтобы не росло оно, и возведение вала защитного и дренажной системы вокруг этого кладбища. На этом кладбище хранить новые могилы больше нельзя, иначе у нас попадают люди в зону опасности. Пока в этой судебной тяжбе точка не поставлена. И вместо траурных процессий по Лужковскому кладбищу ходят судебные приставы. Следят за тем, чтобы здесь никого не хоронили, и грозят местной администрации в случае несоблюдения этого моратория большими штрафами.